Добрый день, уважаемые любители шахмат. В начале видео попрошу небольшой помощи от вас. Я хочу провести расследование по поводу использования женских ников мужскими игроками. Ну, как самый яркий пример, недавно на сайте Честньюс было сделано такая надпись, что Гульнур и Шхума Метову дисквалифицировали из турнира, потому что за нее играли, возможно, другие люди. Так что, пожалуйста, кто больше знает по поводу этого инцидента, напишите в комментариях, потому что тут на этом скриншоте ничего не видно, и это вряд ли может быть использовано как что-то. Напишите, пожалуйста, аккаунты на Честкоме этих братьев. Также, что можно сказать по этому поводу. Ну, я нашел уже этот аккаунт, нашел турнир, в котором играли, конечно, игра на уровень выше. Также у меня есть еще несколько интересных женских аккаунтов, которые явно играли выше своей силы. Ну, можете сказать, что это абсолютно неинтересно, но в большинстве турниров у женщин есть призы, и, конечно же, они не могут конкурировать с мужчинами по объективным причинам, и вот таким образом большинство призов выигрываются такими нечестными игроками. Ну, ладно, это так. Небольшой анонсик. Теперь опять о Максиме Долуге. Предпоследний титульный вторник. Кстати, почему-то последний титульный вторник, сколько времени прошло, еще ничего не написали по поводу него. Вот, выиграл Антон Коробов. 9 туров было, 8,5 из 9. Сейчас увидим табличку. И в табличке мы видим, что 7,5 очков – это дележ огромное третье место. Причем, скорее всего, даже без призов. Потому что мы видим, что первое место 750 долларов, 10 человек по 55 долларов. Ну, плюс еще женский приз, плюс Бортник выиграл приз как стример. 7,5 очков хоть таблички попали. Такое ощущение, что они не получили никакого приза. Тем не менее, по какой-то очень странной причине, Долуги опять в последнем туре, уже когда он не идет на приз, выбрасывает из турнира. Причем, это он не сам сдался. Просто вылетел из турнира в последнем туре, в выигранной позиции. Видим, что Максим Долуги завел новый аккаунт. Я внимательно просадил историю этого аккаунта. Он заведен в 2017 году. И в титульных вторниках он почти не играл. Вот титульный вторник, один из тех, которых он сыграл, вот в этой позиции его выкинуло. Ну, ладно, это был первый тур. Может быть, он сам отсоединился. Сложно сказать. Дальше. Был такой титульный вторник. Он очень плохо стартовал. 2 из 5. Ну, я понимаю, что он выбыл по собственному желанию. Дальше был такой титульный вторник. Мы видим, что он тоже шел. 4 очка из 6. Ну, скорее всего, после обидного поражения он снялся из турнира, потому что понимал, что на призы уже не претендует. Многие так делают в титульных вторниках. Затем этот титульный вторник я специально поставил. Обратите внимание, что, видимо, этот титульный вторник оборвался. Вся в первом туре он выиграл в 11 ходов. Ну, и теперь вот этот титульный вторник. Видим, что 6,5 очков. И его выкидывает из турнира. Причем 0 в последней партии. Ставит непросроченное время. Просто получил 0 и вылетает из турнира вообще. Что это такое? Мне стало очень интересно. Поэтому давайте посмотрим все эти партии. И мы видим вообще вероятную вещь. Человеческую игру. Надо отметить, что все-таки возраст. Тем не менее, 2900 рейтинг держится на Ческоме. Я уверен, я посмотрел историю игр. Партия против Грессмейстера с низким рейтингом. Видим, что выход из дебюта далеко не оптимальный. И все хода. Явное не попадание в три линии. Затем происходит следующая вещь. Переход в окончание. У черных перевес. Увидим конца 3. Ход не туда. Дальше мы видим размены. Все. Позиция стала равная. Причем ошиблись белые. Видим, что черные играют слишком примитивно. Они пытаются разменяться на Д6. И это мертвая ничья. Черные попытались что-то сделать. Сыграть на победу. Получили хуже. В общем, партия закончилась ничью. Компьютерной помощью здесь вообще не пахнет. Ну, просто смотрите. Смотрите, вот это самый смешной момент партии. Я долго смеялся, когда это увидел. Ну, прихода в плитце, это, конечно, страшная сила. В общем, и в результате, конечно, ничья получается. В общем, где здесь намек на компьютерную игру? Не будет этого намека в большинстве партий. Несколько партий действительно. Максим Длуги провел очень сильно. Ну, в очередной раз лондонская система. Мастер играет. И видим, что Длуги постоянно одну и ту же идею проводят. В прошлом видео я эту идею видел уже. Белые получают большой перевес. Затем в центре. Ну, мы видим, что просто плохой король. Плохая структура. В общем, просто коня выиграл и все. Закончилось. Какая здесь компьютерная... Кстати, да, надо начать с того, чтобы посмотреть проценты. Так, первая партия. Мы видим, что процент вообще был 95. И с учетом подстановки фигур. Тут 98. Ну, за счет чего? Тут белые не вышли из дебюта. Дальше смотрим. Процент 95, 98. 99,4. Ну, на эту партию я обращу внимание. 99,1. Вообще непонятно. 99 тоже. Непонятно. С Накамурой провал. 56%. Последний тур 99,3. Может показаться, что процент очень высокий. Ну, давайте продолжим рассматривать партии. Так. Максим начал играть скандинавскую защиту. Ну, конечно, когда соперники не готовы, играют с вон е3, я бы только скандинавскую защиту играл. Тут, конечно, после конь е5, конь d7, конь c4, ферзь c7, как я анализировал еще в 2012 году. У черных проблемы. И со мной так играли. Ну, это курорт. Когда белые не знают теорию скандинавской защиты. Тогда бы все играли скандинавскую защиту. Зачем играть в защиту каракан? Ну, если тут знаешь намного меньше теории, получаешь такие же самые позиции. В общем, видим, что белые грубо ошибаются. d5, 23 секунды времени потратили на это. И дальше мы видим, просто черные захватили центр. У них с вон есть. Они блокируют пешки. Видим, ход е4 слишком быстро сыграно. Слабый ход. Потому что белые теперь могут, если точно сыграют, сыграют на блокаду. Так что, где здесь большая точность? Делается ошибка. Дальше, ну, черные все правильно расставились. И белые зачем-то убирают коня. И перевес черных только после этого возрастает. Потому что они могут вести центральные пешки. Какая-то жертва пешки. Какой-то из его клади. В общем, партия закончилась. Тоже. Где здесь компьютерная игра? Я не вижу вообще. Дальше. Лондонская система, которая стала дебютом Вересова. В результате все это перешло в французскую защиту. Выгодная версия для белых. Здесь Максим, видимо, расслабился. Потому что что такое получить после дебюта? И он выпустил большую часть перевеса. Как сейчас увидим. Здесь надо сыграть Вадяев Е1 или Ф3. Защитить поле Е4. Но почему-то это не происходит. И позиция подравнивается. Хотя, конечно, у белых здесь все равно лучше. И, ну, хотя тут нули, конечно, играть белыми легче эту позицию. Потому что они играют против слабого короля соперника. Ну и вот это окончание черные умудрились проиграть. Уверенно. Хотя это выглядит как фантастика. Такой ход как Ф5. Очень странный. Ну и потом Ферзи в какой-то момент были разменены. Шахом. Тут же переиграли белые. Так что тоже что за зевок Ферзя. И очень простая позиция после дебюта. Тут грубо ошибиться невозможно. Смотрим. Какой процент? 98. Ну, это очень странно. Дальше. Предыдущая партия. 95. Ну, там скандинавка была. Поэтому, наверное, проценты не самые высокие. Вот эта вот партия единственная, доставляющая задуматься по поводу того, за что Максима Долге в этот раз выбросила из турнира. Потому что идет равная борьба. Ферзевой гамбит. Белые не пошли на принципиальную линию. Белыми играет один из самых молодых гроссмейстеров мира. Винсент Кеймер, который уже в прошлом году в супертурнире Гренке выступал. Ну, в общем, мы видим, что черные играют сейчас в АДЦ7. Ну, это плановый ход. Поставить в АДЦ7. В подобных позициях так играется. Дальше КНФЕ4. Тоже точный ход. Ферзь Е2. Слон Ф6. Как видим, что тоже точный ход. Ну, черные думали над этим ходом 10 секунд уже. И потом играют в Ферзь Е7. И все равно тут нули. Ферзь Б1. Ну, и белые грубо ошиблись. Черные увидели ход. Слон Н4. Белые сыграли в АДЦ1. Черные играют в АДД8. Подводя последнюю фигуру к атаке. Как видим, еще был ход Ферзь Е5. Последовало Ж3. И это грубая ошибка. Потому что следует Ферзь Е5. Слон Ж2. И черные задумались. И нашли удар. Конь бьет Ж3. Последовало ФЖ. И очень сильный промежуточный ход Слон Ж2. Ну, черные здесь реально сидели. На чем-то думали. После ЖАШ они увидели ход Ферзь Е3. Сделан мгновенно. Ну, скажем опять. Очень хороший счет вариантов. Начиная с хода КНГ3. Ну, время было потрачено. Видим, что. 19. 8 секунд отхода Ферзь Е5. 19. Слон Ж2. 7. КНГ3. То есть было очень много времени. По поводу того, чтобы найти эту жертву. И даже если решиться на нее интуитивно. То ход Слон Ж2 был найден. Ну, в общем. Дальше добивание. Да, это очень сильная игра. Сделать несколько этих ходов. Но все дальше просто. Вот тут Слон Д5. После этого. Дальше. Несколько шагов. Ну, добить любой смог бы. В общем. Если бы. Играл бы, опять-таки. Какой-то мастер. С рейтингом 2.300. Вот эту партию за черных. Эту серию ходов. Блиц. Он бы провел. У меня. Возникли бы к этому мастеру огромные вопросы. Но это Довуги. Которые. Мы видели, что. Очень хорошо в том турнире играл. И видел подобную тактику. В общем. После этой партии. Оставшаяся партия не очень интересная. Опять лондонская система. Перешедшая Вересова. И тоже. Я бы с удовольствием. Играл бы только этот дебют. И со мной играли бы Слон Ф5. Потому что все знают. Нормальные люди. Что тут надо играть Конь С6. А на Конь Е5. Оба хода. Е6 и Слон Д7. Ведут к примерно равной позиции. Ну, последовало Слон Ф5. Конь Е5 и Ж4. То есть известная идея. И белые получают огромный перевес. Причем. Черные почему-то. Не сыграли Ферз Д5. Как видим тут. Ну, поскольку линия, наверное, не настолько проработана. Ферз Д4 какой-то гениальный ход. Ну, по-человечески, конечно. Ферз Д5. И тут даже если какие-то нули. Ну, это очень опасно выглядит. В общем, плюс 2. И все плохо. У черных. И остальное это добивание. Ну, не выход черных из дебюта. Как мы видели уже на основании многих партий. Я по себе могу сказать, что тоже мне не нравится, когда играют всякие трамповские ферзевые пешки. Ты можешь на седьмом ходу оказаться вне своего репертуара. А соперник, если там будет очень хорошо готов, то все нормально. У него все плохо у тебя. Следующий тур. Здесь была разыграна опять определенная версия. При интерферзе габита видим, что пятый ход и Длукин уже установил на 22 секунды. Горячайший ход. Он сделал принципиальное продолжение. Может быть, белые уже начали экспериментировать в дебюте. Это сложно сказать. В общем, дальше последовало. Коня 6. Слон А3. А5. Слон Б5, Слон Д7. Ну и Конь Б4. В общем, это по-человечески перекрыть диагональ и рокироваться. Ну, мы видим, что тут Слон Е5, например, не было сыграно. Вадя Е8 было сыграно. В общем, где белые ошиблись, вот в этот момент, видимо. Они когда взяли пешку, не надо было тратить темп, потому что сейчас у черных две проходных пешки. И остальное не лучшая техника реализации. Но черные побеждают. Кстати, по-моему, тут сейчас будет зевок пешки. Да, вот в этот момент. Просто зевнули пешку или пожертвовали в надежде на то, что проходная пешка слишком опасна. Ну, белые помогли очень медленным ходом. Тут надо было G4 играть. Подводить короля поближе. Но, видим, что все. Черные выиграли. Вот все пешки, поэтому белые сдались. Что в этой партии было такого особенного? Ничего. Черные играли явно не оптимальным образом. Давайте опять посмотрим. Процент. Вот две предыдущих партии. 99% Где не выход из дебюта. И тут почти 99%. Хотя мы видим, что очень много неточностей было. Теперь партия с Накамурой. Как Лакмусовая бумажка. Мы видим, что здесь какой-то хаотичный дебют. Сразу же вне книги. Накамура такие позиции любит. Видят. За 4. Размены. Тут почти минус 2. Ну, черные эту позицию, в принципе, как и белые, видят в первый раз. И вместо того, чтобы сделать длинную рокировку, сыграть ваде Т8. Совсем неизвестная для себя позиция. Играют ваде Т8. Слон Б4. Два хода. Все. Оценка уже стала плюс 1. Еще Слон С3. Полное непопадание. Потому что тут конкретика, которую нашел Накамура. Забрали на Б7. И забирать на Д4. Плохо. Надо было уже рокироваться. Веду Слон Б5. И все. Тут позиция разваливается. Видим, что Накамура не лучший ход. Кунь Е4 было намного сильнее. Ну, вот тут добивание идет. Потому что черные не делают уже точных защитных ходов. Кунь Е6. Сложный ход для нахождения. Забирается пешка на Е6. В общем, позиция разваливается. И просто сдался. Причем еще такой кооператив соорудив. Надо было Водей уже отступить. И потом Водей в 840. Хотя это не помогло бы. В общем, здесь видно уже, что Максим Мадулуке сложно играть с Накамурой. Ну, уровень другой. 2,800 и 2,700. 2,650-2,700. Как бы это небо и земля. И последний тур тоже. Тут 99%. Ну, тут полный не выход из дебюта черных. Ну, чтобы видео было немного полезным. То я расскажу, что после конца 6 вон Б5. У меня есть видео, где я рекомендую Ферзь А5. Я так играл в турнире. И в этом турнире, в последнем туре в Минске 2 года назад. В этой позиции мы согласились на ничью. Но надо отметить, что... Вот сейчас я посмотрел, поанализировал. Здесь не все так просто. Тут есть игра. Для белых они могут коня на А5 перевести. Поэтому, вот если против вас играют линию, вы должны выучить абсолютно необъяснимую серию ходов. Но она работает. В общем, Е6, Б4, А5, С3. Ну, было давно известно, что тут если сыграть конь С6, то пешку вы не отыграете. Но появился новый компьютер. Они показывают ход слон Д7. Как видите, достаточно быстро. Белые должны играть конь Д2. Мы меняемся. Подрываем Б6, СБ, слон Б4. Белые играют слон С7, иначе вообще все плохо. Мы играем ферзь Е7 и Б7. Потому что если другой ход, то мы заканчиваем развитие. И здесь следует замечательная концовка партии А3. Слон Б8, 2, 0. Надо отступать слоном на Е5. Видим, все остальные хода проигрывают. Слон А4, ферзь Б1. И тут следует ход Д4. Видим, что движок его не находит на большой глубине. Только потом, если его сделать, то он показывает равенство. Белые должны ударить. Следует слон Б2, король Д2, конь Е4. Но это набор ходов. Я не спорю. Вот по этому поводу. Нельзя забирать ферзь Е4. Ферзь Б4, белые получают мат. Поэтому король Е1. И замечательный ход слон Б3. Мы возобновляем угрозу ферзь Б4. Ферзь Е4, ферзь Б4. Король Е2, слон З4. Король Д1, слон Б3. И это ничья. Ну, типичная современная теоретическая линия, где все заканчивается. Ничьей после дебюта. Ну, тут просто набор ходов. Иногда должны знать наизусть такие линии. Попробуйте их вспомнить в партии. Не вспомните, проигрывайте. И сыграйте за любой цвет. Ну, в общем, конечно же, соперник с рейтингом 2.829. Ну, он не знает теорию лондонской системы. Вот это вот все было рекомендовано в книге гроссмейстера Авруха. Слон Д7, ферзь Б3, конь Е4. Наш соперник перепутал это. Ну, после Ф3, Е5, ФЕ, ЕФ. Аврух разбирал только ход конь Е2. Ну, потом появились компьютеры, которые показали, что ЕД, Ферзь, Х4, король Д1, Ферзь Ф2. И белый тут у Авруха играли только конь Е2. Современные компы показывают вот это. Ну, зачем я привожу эту линию? Чтобы вы понимали, что лондонская система, это не просто дебют, где там ничья получается после размена слонов на Д6. Вот такие вот иррациональные линии тоже бывают. В общем, черные не знали это, и они остаются без пешки в этом варианте. Много таких партий я видел, что выигрывали белые, те, кто играют в лондонскую систему на четвертом ходу. Ну, в общем, тоже видим, что игра белых не оптимальна. Опять, ну, этот ход хочется сделать. Мы толкаем пешки. Конь Е3 тоже хотим напасть на пешку. Соперник игнорирует. Ну, вообще, как ее защищать? Наверное, защиты нет. Там какой-то, войдя до Д8, ход как следует. Ну, и Ц7. Все. Даже не флаг. Упал, взял и сам в игранной позиции нажал кнопку «Выйти из турнира». Это очень странно. В общем, что я могу сказать? Да, была всего лишь одна сильная партия с Кеймером. Черные не повыходили из дебюта в большинстве партий, где Максим Дулухи играл черными. Он играл, ну, как, явно по-человечески. У него в какие-то моменты было хуже. Иногда он Лади подставлял под бой. Но, тем не менее, Ческом его выбрасывает из турнира. Почему это так? Непонятно. Только Ческом это известно. Неужели Ческом продолжает на вот эти проценты смотреть? А может, у них уже какая-то личная неприязнь? Сложно сказать. Поэтому, вот такое продолжение истории. Думаю, может быть, это и окончание истории. Ческом просто демонстрирует неуважение к этому человеку. Я же не думал, что он сам выпрыгивает из турнира. Это выглядит очень странно в последнем туре. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.